Расследование дела о сгоревшей в июне конюшне Волжского конно-спортивного клуба, по словам потерпевших, зашло в тупик. Люди не видят продвижения в деле. Потерявшая лошадь Дарья Макаренкова пишет письма в прокуратуру и планирует обратиться на горячую линию МВД, поскольку единственное, что сейчас меняется в ходе расследования, по словам девушки, это следователи. Подозреваемым в поджоге до сих пор считается 14-летний Рамир Гумаров, хотя по делу он пока проходит как свидетель. Мальчик рассказывал о нарушениях его прав во время допроса. В виновность Рамира не верят и потерявшие своих любимых животных конники. Меня допрашивали, во-первых, без родителей, без психолога, просто один следователь и просто допрашивал меня. Потом говорят там что-то, говорили, ты поджег, говори правду. Ну, я говорил, нет, я не поджигал, зачем мне это надо, здесь пять лет нахожусь. Однако в пресс-службе регионального главка МВД нам пояснили, что допрос подростка проводился согласно установленному порядку – присутствии родителей и социального педагога. Но мальчик, объясняют правоохранители, в кабинете следователя говорил одно, а на камеры журналистов другое. Кардинально расходятся слова участников этой истории и полиции, и в вопросах экспертиз. По словам Дарьи, заключение специалистов МЧС гласит, что на месте возгорания обнаружены следы горючих материалов. По словам представителей МВД, ничего подобного их экспертиза не подтвердила. Конечно, ситуация парадоксальная, ужасная, безумно жалко этих несчастных животных, еще более жалко того несовершеннолетнего, на которого фактически все это вешают. И мы фактически меняют серьезную статью, даже если его не привлекут к ответственности с недостижением 16-летнего возраста, то все равно в соответствующих картотеках и базах останется, что вот он совершил такое действие. Напомним, что жуткий пожар в Волжском конно-спортивном клубе вспыхнул ночью с 3 на 4 июня, когда на территории находился только конюх со старшим сыном. Огонь разгорелся в самом дальнем углу конюшни, в Денниках, где лошади были закрыты. Погибли 5 коней и 2 пони. 11 животных удалось спасти. Сейчас им ничего не угрожает, кроме надвигающейся с неумолимой скоростью зимы. Диана Бакулина, Анна Дребнева, Максим Мещеряков, телеканал Волгоград-1.